Это Любовь Соболь. В Приморском крае кандидат губернатора от КПРФ после подсчета 95% бюллетеней опережал единоросса на 5%, а после обработки 99% проиграл. Очевидное объяснение такого только одно. Часть протоколов просто переписали, а выборы сфальсифицировали. В воскресенье в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. В них участвовали единоросс Андрей Тарасенко, которого Путин назначил исполнять обязанности губернатора, и местный коммунист Андрей Ищенко. Перед вторым туром в регион приехал сам Путин. Он встречался с Андреем Тарасенко и даже заявил, что со вторым туром все будет в порядке. То есть очевидно, что в Кремле ставили на Тарасенко и рассчитывали, что он победит. Но народ решил по-другому. Людям не очень-то хотелось поддерживать единоросса, и во втором туре они протестно проголосовали за его соперника. Сначала подсчета голосов Ищенко лидировал, а потом на последних 5% случилось чудо. Количество голосов за единоросса резко выросло, и Ищенко проиграл. Вот так выглядят официальные результаты. После подсчета 98,77 голосов Ищенко опережал единоросса более чем на 2%, а при подсчете 99% голосов уже раз и проигрывает почти 0,5%. Количество голосов за Ищенко даже уменьшилось на 5. Уменьшилось. Как такое вообще возможно? Где-то рыдают математики. Есть участки, где по официальным данным за единоросса Тарасенко проголосовали 100% избирателей. В один из тиков во время ввода итогов голосования в систему ГАЗ-выборы вообще ворвались пожарные, объявили о каких-то учениях и пытались отогнать наблюдателей. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко не скрывает своего отношения к происходящему. Он прямо заявил, что протоколы были переписаны наглым образом. Кроме того, Ищенко объявил бессрочную голодовку и призвал приходить к администрации Приморского края. Многие люди вышли по его призыву, да и просто потому, что недовольны таким отношением к выборам. А что же Центральная избирательная комиссия? Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что она ничем не возмущена и что комиссия сделала все возможное, чтобы от выборов до выборов выборы были выборами. Она не возмущена. Там протоколы в наглую переписывают. Просто берут и переписывают, воруя выборы, просто на наших глазах. А Элла Александровна Памфилова ничем не возмущена. Ну, конечно, нет же причин, подумаешь? Уже сейчас можно сделать несколько выводов. Кандидаты Единой России теряют популярность. Их обыгрывают даже те кандидаты, которые казались им самим не опасными. Последний опрос Левада Центра дал Единороссам рейтинг всего 28%. Поддержка Путина не оказывает решающего значения, а может даже мешает. Фото с Путиным Тарасенко не помогли убедительно победить. После появления результатов не в пользу кандидата от власти начинаются чудеса с результатами. Элла Памфилова может сколько угодно рассказывать про работу ЦИК, но результат налицо. После подсчета 95% голосов коммунист опережал Единоросса на 5%, а потом взял и проиграл. Несколько последних лет ЦИК и особенно глава ЦИК Элла Памфилова пытались нас убедить, что подсчет голосов на выборах честный. И вот, Элла Александровна, подарок судьбы. Самое время показать, как вы круты, как вы отважно не дадите переписать протоколы. Потребуйте наказать всех, кто это придумал и покажите всем, что выборы в России трогать нельзя. Давайте, покажите, мы ждем. Рейтинг Единой России упал до 28%. Об этом говорится в опубликованном сегодня опросе Левада Центра. В июне прошлого года за единороссов были готовы проголосовать на 11% россиян больше. Такое сильное обрушение рейтинга можно объяснить недовольством граждан из-за повышения пенсионного возраста. Отказываясь поддерживать единороссов, люди выражают свой протест против этой так называемой реформы. Во многом именно с протестным голосованием связаны результаты единоросса Тарасенко на выборах губернаторов Приморья. Здесь важно еще то, что люди не просто не хотят дольше работать без пенсии. Они чувствуют себя обманутыми. Ведь лично Владимир Путин обещал не повышать пенсионный возраст, пока он президент. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. А вот что когда-то говорил секретарь президиума генсовета Единой России Вячеслав Володин. Пока Единая Россия находится у власти, будем стоять на позиции, что повышение пенсионного возраста быть не должно, обещал Володин. И где же его обещание? Сейчас Единая Россия голосует за повышение пенсионного возраста, а старший спикером Госдумы Володин руководит этим процессом. Для недовольства власти в России много причин. Рост цен на фоне низких зарплат, коррупция, проблемы в медицине, но повышение пенсионного возраста играет здесь особую роль. У людей так низкие зарплаты, многие так еле дорабатывали до пенсии, а тут взяли и решили повысить пенсионный возраст, да еще и сразу на 5 лет. Женщины вообще хотели на 8 лет повысить, но потом откатили под напором народного недовольства. Так что пусть Единая Россия не удивляется, что люди просто так этот грабеж терпеть не хотят. На митинги не каждый готов идти, а вот ходить на участки протестно голосовать люди хотят. Исходили, судя по результатам выборов Примори или Хакассии. Пока рейтинг единороссов все равно на достаточно высоком уровне. 28% это довольно много. Но эта ситуация далеко не предел. Сейчас многие люди хотят выступать против Единой России, но не верят, что поражение партии власти возможно. Если поверят, единороссов могут ждать совсем другие времена. И тогда 28% покажется им недостижимой мечтой. Аркадий Ротенберг рассказал о своей дружбе с Владимиром Путиным. Например, о своих мальчишеских забавах с президентом и что он называет Путина на «ты». Аркадий Ротенберг миллиардер. Форбс оценивает его состояние в 3 миллиарда долларов. А еще он близкий друг Владимира Путина, а незнакома больше 50 лет. Когда-то вместе занимались спортивной секцией, а потом Ротенберг был партнером Путина под «Дзюдо». После того, как Путин стал президентом, дела Аркадия Ротенберга пошли в гору. Его компании начали заключать выгодные контракты с «Газпромом» и получать господряды на строительство дорог. В 2012 году Форбс выпустил рейтинг королей госзаказа, подсчитав, кто получил больше всего госконтрактов за последние 4 года. Первое место занял Аркадий Ротенберг. По подсчетам Форбс, фирмы Аркадия Ротенберга и его брата Бориса получили заказов более чем на 889 миллиардов рублей. В 2016 году рейтинг королей госзаказа приобрел законченный вид. Первое место – Аркадий Ротенберг, партнер Путина под «Дзюдо». Третье место – Геннадий Тимченко, также старый знакомый Путина. Четвертое место – Кирилл Шамалов, его СМИ называли зятем Путина. Пятое место – Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга. На втором месте немного разбавляет дружественно-семейную идиллию Леонид Михельсон. Но удивляться не стоит. Михельсон – партнер по бизнесу Геннадия Тимченко. Хороший был рейтинг в 2016 году. Сразу видно, как устроены госзаказы в России и кто зарабатывает на них действительно большие деньги. Многие подряды Ротенберга и его компании получали еще и без конкурса. Например, в 2012 году его фирме «Мостотрест» распоряжение Медведева отдали строительство дорог вокруг Сколково. О таком распоряжении просил мэр Москвы Сергей Собянин. Мотивировал он это тем, что надо успеть все построить к саммиту G8 Сколково в 2014 году. По иронии судьбы, в 2014 году Россию с G8 исключили, и саммит проходил совсем в другом месте. А контракт отдали, да. Куда же Ротенберге тратят деньги, заработанные на госзаказах? Ну, например, у них есть поместье на Рублевке. Их оценочная стоимость 6 миллиардов рублей. Больше похоже на Версаль, чем на подмосковную дачу. Но, видимо, для Ротенбергов это дача. Молодое поколение Ротенбергов тоже не отстает, но они все больше по загранице. В Италии есть вилла общей площадью 211 гектар. И по данным новой газеты, строительство этой виллы велось в интересах Игоря Ротенберга. А Роман Ротенберг – это племянник Аркадия. Через кипрский офшор владеет домом в Лондоне, который стоит больше трех миллионов фунтов. Ну, а еще Роман «Британский гражданин». Такой он успех в современной России. 2000 год, президент Путин, госзаказы. И вот уже выпускник физкультурного института Ротенберг становится миллиардером. Прекрасной России будущего бизнес будет зависеть от идей, таланта и работоспособности, а не от того, кто и когда оказался с президентом в одной секции подзюдо. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok